Национальная культура как источник вдохновения для творчества, уникальные чувашские традиции выбрала в себя постановка студентов колледжа культуры «Легенда, вплетенная в вышивку». Молодые авторы взглянули на колоритную старину через призму современности. Действие разворачивается в чувашской глубинке. Сюда прибыли волонтеры культуры, участники этнографической экспедиции. Ребят встречает местная жительница Сарби Ильинишна. Сарби – это старинное чувашское имя, которое родители дали мне. В переводе с чувашского означает «Солнечная книжна». Знакомство с героиней открывает экскурс в удивительный мир народного творчества. Хранительница наследия предков на основе национальной вышивки знакомит молодежь с древними сказаниями, культурой и особенностями быта чувашей. Это что у вас, флаг? У вас здесь что, до сих пор Советский Союз? Ай-яй, Аджизин. Вы что, не знаете? Есть такой чувашский обычай, не имея. Помощь от насельчан в большой работе. В доме, где нужна была коллективная помощь, рано утром восстанавливался шест, на него повязывался красный сурпан. Это такой чувашский головной убор женский. И все жители деревни понимали, что в этом доме нужно оказать помощь. В спектакле нет одной сюжетной линии. Разные истории складываются в причудливый узор, словно монетка к монетке, взвенящей маниста. Художественные приемы разнообразны. Видеоряд, песни, танцы. К примеру, так тонко и искусно подан образ воды. Сегодняшний спектакль, который состоялся, это очень обучительно, если так можно сказать, для школьников, для тех, кто не знает чувашки традиции, обычай традиции, значение этих рисунков. Для полноты образов тщательно подбирали реквизиты и костюмы. Тухья, Масмак, национальные украшения вне моды и вне стиля. В них скрыта сила, красота и мудрость народа. Я ходила по музеям, искала реквизиты, узнавала, чтобы было правдоподобно, было интересно смотреть. Постановка дипломной работы выпускниц специальности этно-художественное творчество. В ней много переплетений чувашской речи и нынешнего сленга, ярких параллелей между прошлым и настоящим. В этой постановке играли, можно сказать, себя. Они вот такие приходят, ну, такие современные, современная молодежь. В общем-то, не задумываются о том, что такое культура, что такое традиции. Вот сюда они такие приходят. И в процессе обучения, в процессе, в первую очередь, воспитания, мы прививаем любовь к родине, любовь к нашей национальной культуре, к традициям. Культурное наследие актуально в любую эпоху. Это наши корни, наша опора. Эта главная мысль, подчеркнута в финале, очень символична. В нем скрытость, смело, мудрость народа. А без знаний истории и культуры нет у народа будущего. Лидия Галактионова, Алиса Александрова, Виктор Степанов, Святослав Петров, Вести Чувашия.